Давайте продолжим наше пение. Сейчас мы перейдем к такому зрелому избору. Уже, как у Вяшинского написано, много пережившему, много заедавшему. Когда кончается сезон удача, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды. Когда сложилось так и не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя, манежь, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя, манежь, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свежий, подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя, манежь, но не вдруг, мне кажется, злитель. Когда бы жизнь свою я начал снова. В ней были бы горы и моря, но у меня немножечко успех. В ней были бы ты, да я, да шук сосновый. Остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя, манежь, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя, манежь, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свежий, подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя, манежь, но вы, мой друг, мне кажется, злитель. И все же я на вас гляжу с надеждой. Хоть и наивно это все, я это ясно понимаю. И все-таки надежды тоже не маю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя, манежь, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя, манежь, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свежий, не дарите мне надежд, не дарите. Просто жизнь моя, манежь, головы, мой друг, мне кажется, злитель. Молодец. Я знаю. Да, мы любили все долги. Мы завладели непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других. Пора подумать о себе. Да, о себе. И будет в нашей жизни мир, Когда простой весенний луч Прорвет завесу низких туч, Затеев детскую игру. И ветры, будто бы друзья, Светятся к нашему костру. А наши горы все скользят, Как птицы осенью летящие на юг. Нас не оставили друзья, Но как ведет этот круг. Да, этот круг. Как это светит, подразветит. Вот верный счетчик Наши лучшие времена. Уйдут, как умоли, Поровели, Не торопли и поцелу. Оставят нам. Но будет в нашей жизни мир, Когда простой весенний луч Прорвет завесу низких туч, Затеев детскую игру. И ветры, будто бы друзья, Светятся к нашему костру. Да, наша молодость прошла, Но, знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела И съездим к морю на три дня. И будет в нашей жизни мир, Когда простой весенний луч Прорвет завесу низких туч, Частотеев детскую игру. И ветры, будто бы друзья, Светятся к нашему костру. Светятся к нашему костру. Светятся к нашему костру. И вот одно из них, В общем, Широко довольно известно, В виде музыки. И сдается мне, Что эта мелодия стала олицетворять прогноз погоды, На нашем телевидении, Именно с легкой руки Висбора. Потому что он сочинил Песню с припевом «Погода, погода, заката, с восхода» На эту мелодию. И какой-нибудь редактор телевидения услышал это И решил применить вот именно К прогнозу погоды. Или наоборот, было все. Но мне кажется, что вот именно вот так, Как я говорю. Вот и снова попал туман На полосу аэродром. И алмазинки дождя На крыльях вогнутых дрожат. Ах, как это грустно все, Как это все давно знакомо. А по радио твердят, Что здесь никто не виноват. Погода, погода, Заката, с восхода Тянется погода, Погода, Циклы, свидания и слуг. За туманом, за дождем, За много сотен километров. Есть другой аэродром, Где много всякой синемы. Там стоит мой человек, И щурится теплых ветра, И не знает, что пока Задержан будет из Москвы. Погода, погода, Заката, с восхода Тянется погода, погода, Циклы, свидания и слуг. Много мы прошли погод, Погоды ясных и недостных. Ждали мы друг друга в сне, Друг друга ждали бы в дождем. Что ж, наверное, это все, Пожалуй, было не напрасно. Погода, 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 Заката, с восхода Тянется погода, 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 Циклы, свидания и слуг. Ещё одна песенка была написана на стихи. А давайте я вам отвечу на вопрос, я всё знаю. Ещё одна песенка была написана на стихи, на музыку знаменитого такого американского кантри-певца Кенни Роджерса, моя дорогая Люси. Песенка называется «Граф 20 лет спустя». Но прежде чем спеть «Граф 20 лет спустя», мы споём песню «Граф 20 лет тому назад». То есть первого «Графа», тем более, что поступила такая просьба, и я её не могу не выполнить. По-моему, песня – это очень женская, предназначенная для исполнения женщин. «Граф 20 лет спустя» Вставайте, граф. Рассвет уже получится, из-за озёдности chicken И, кстати, да, вчерашняя малошница Уж намялась полной беды. Она была ротка и молчалива, Но ваша честь от вас не удаю. Вы, несомненно, сделали счастливой Ее саму и всю семью. Вставайте, крат, уже друзья с мультурками На ней седлают около крыльца. И вы, рожане, радостными звуками Готовы вас приветствовать отца. Не хвурьте, но, коль было прегрешение, Как будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. Игра встает, ладонью бьет будильник, Бьет коктейль, смотрит на дома. И безнадежно лезет в холодильник, А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер даришни, Где был штупил, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, На остановке подождет ее. Она ведет и глянет немоходно, Что было ночью, это третит трава. Привет, привет, хорошая погода, Тебе в метро, а мне видно трава. И проноют у перекрестка сливы, И оттекают по сторонам народа. Шагает граф, он хочет быть счастливым, И он не хочет, что наоборот. Там в сумке у Дмитрия Николаевича, Его телефон звонит, шагает граф, да. Вы очень громко разговариваете, Не мешаете, правда. Я просто... А-та-та. А-та-та, да. Дальше. Да, а вот теперь как раз граф «Двадцать пять спустя» На музыку Кенни Роджерс. Он поздно проснулся, нашел сигареты, И комнату видит сквозь сон. Губной помадой на старой газете Написал ее телефон. И плются с горой, вчерашний огурок, В стадах с недовидым и веном. И ночью прошедшие, облезлая шкурка И микро дается окном. И так, моя дорогая Люси, Шанс на любовь свою не отпустить. Жить только вон ее, только влюбон ее, Все стальной таси. За рубь пятьдесят, дорогая Люси. Потом он печально и неторопливо Убрал все ночные следы И даже отмыл цвет раздавленной сливы С стаканом горячей воды. Потом в довершении к всеобщим печальным Он вспомнил жену за ночами. Потом поздно и в трубке молчал, Но он, ты ведь знал, кто молчал. И так, моя дорогая Люси, Шанс на любовь свою не отпустить. Жить только вон ее, только влюбон ее, Все стальной таси. За двой пятьдесят, дорогая Люси. А то он прошелся на фоне заката И в парке попал в темноту, Где молча держали за талией солдат И большие ученицы ПТУ. Где в пасти и страны Тукмен в тюбеденьке На скрипке играл Люси. Где мы целовались с тобой на скаленьке У моих дорогих Люси. Он глянул на нас, Продираясь на лощупь в лесу Своей темной тоски. Решив про себя, Что счастливыми в общем Бывают одни дураки. Причислив себя неожиданно кумбин, Он тут же воскликнул осену. Поскольку еще сохранился в нем юмор, А значит пропало не все. И так, моя дорогая Люси, Шанс на любовь свою не упусти. И жить только волей, А твой кривом, И все остальное токси. За три рубля, дорогая Люси. Он твердо решил, Что начнет в понедельник Свою настоящую жизнь. Зарядка работы, Презрение к деньгам, Отсутствие всяческой лжи. Но он-то пока Пребывал в воскресенье И чувствовал влажную спину. Эпоха непрухи, Звезда не везет, Не работаю ты, Как одной. И так, моя дорогая Люси, Ты, шанс на любовь свою не упусти. И жить только волей, Твой кривом, И все остальное токси. За просто так, дорогая Люси. За просто так, дорогая Люси. Вот, а теперь еще одна Такая совместная работа Юрия Висбора, Но уже не с зарубежными композиторами, А с нашими, что не с самыми отечественными, Одна из самых известных песен вообще в мире, Продвижащая Перу Висбора, Скороносная. Стихи в основном к этому произведению Написал Дмитрий Сухарев, Но их не хватило, И Висбору пришлось дописывать. Вы поняли уже, о чем речь, О кинофильме «Москва слезам не верит». Знаменитейшая песенка. Между прочим, Дмитрий Сухарев так и не признался, Как витек, что в тексте принадлежит ему, А что Висбору, мы не знаем. Так же, как Никитина и Верковский, Никогда не признаются, Какую часть музыки написал один и другой. Не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась, Слезам Москва не верила, А верила в любви. Снегами запорожено, Клесную заворожено, Найдет тепло прохожему, А деревцу земли. Александра, Александра, Этот город наш с тобой, Стали мы его судьбой, Ты глядись в его лицо, Что бы мило вначале, Удали там все печали, Вот и стала, Обручай, На садовое кольцо. В Москву рябины красили, Рубы стояли князями, Но не они, а я зимой, Без спросу рослили. Москва не зря надеется, Что вся в листву оденется, Москва найдет для девца Хоть краешей на земле. Александра, Александра, Что-то бьется перед нами, Это ясень с семенами, Крутит вальс над мостовой, И ясень с семенами деревенским, Приобщился к вальсам веским, Он подьется Александра, Он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва вина во всякое, Но беды все и гордости Слонялись перед ней. Любовь Москвы быстрая, Пудерная и чистая, Поскольку Бог материнская Любовь других сильней. Александра, Александра, Что-то бьется перед нами, Это ясень с семенами, Крутит вальс над мостовой, И ясень с семенами деревенским, Приобщился к вальсам веским, Он подьется Александра, Он надышится Москвой. О, Александра, Александра, Этот город наш с тобой, Стали мы его судьбою, Ты глядись в его лицо, Что бы ни было вначале, Удалим там все печали, Он бы стал обручальным Нам в садовое кольцо, Он бы стал обручальным Нам в садовое кольцо. Так хочется вспомнить еще одного человека, Который учился в том же институте, Причем такой неожиданный человек Петр Фоменко. Оказывается, он тоже учился вместе с Ряженцевым, Кимом, И Визбором, и Якушевым, и в этом же самом пединституте. Петр Фоменко попал в пединститут случайно. У него что-то не заладилось театрально. В институте он считался чудаком, Потому что пропускал девушек в дверь первыми. В нашем институте, где все куда-то летели, Он никуда не торопился. И вообще был то, что называется, Хорошо воспитан. На фоне всеобщего разгильдяйства и понебратства Он выглядел совершенно нездешним. Может быть, поэтому Юрка Визбор И лидер нашей самодетельности Володя Красновский При виде Пети всегда пели нечто странное На мотив проигрыша из запавших листьев Ива Монтана. Сидели в тюрьме Проспер Мэри Мэр Актер Жан Морэ И Петя Фомэ Но на иностранца Петр не походил, А походил он на тех русских интеллигентах, О которых только в анекдотах можно было теперь услышать. При этом было ощущение, что у него этот сходство Не только врожденное, но он его еще легонько имитирует. Он как будто бы нас всех не обидно разыгрывал. При этом все его любили, и чем дальше, тем больше. И хочется сейчас вспомнить Игоря Новича Фоменко, Что, конечно, в его лице мы потеряли опору какую-то. Вот, я думаю, мы, это люди театра, Я к ним отношусь и по рождению, И как-то так жизнь меня все время выводила. Нету стезю, и в театре мне приходилось играть. И потом, впоследствии, не так давно я закончила Парадисовский факультет ГИТИСа, И занимаюсь музыкальным театром, научным. Так вот, могу сказать, что действительно, Петр Нович, это была такая последняя точка опоры, надежности какой-то классической, вот этой вот нашей театральной школы. С которой очень жаль расставаться, но, видимо, придется. Мы сейчас вспомним песню Дмитрия Сухарева И Сергея Никитина, посвященная людям театру. Пленительная пыль куриц Струится в зон со сцены, Пленительная слава биц Наскает слух в урочий час, И снова свет погас, И снова неблёд стены, И снова бенефис Соединяет нас. Актерское житие-бытие, Актеру борода и клей, Что автору бумага Он выдолбит полстороней, Он сто раз страстей изобразит, Но есть в любом из нас И нежность, и отлага Они не напоказ, Они не эквизит. То ли магнитом Нас этом манит, То ли нечистый блазнит, То ли нах ворону Уткову просла Власть, то есть славость Ремесла Актерское житие-бытье Достойно лучшей доли Актеру перемыть белье Уметь всякий и любой А мы промеж собой Лишь люди и неболи И молча сносят боль Актер меж собой И радуемся мы когда В актерском нашем круге Внезапно я взойдет звезда И возжигать начнет сердца Какая б не беда Мы имеем пламены, слуги И это навсегда И это до конца То ли магнитом Нас это манит То ли нечистый блазнит То ли нам хвороу Уткову просла Власть, то есть славость Ремесла Ввинительная пыль кулись Вот, а теперь Хочется вам Представить Произведение Монументальное произведение Дмитрия Сухарева Который тоже очень С Висбором дружил Много они сотрудничали Который называется Висбор навсегда Есть такой жанр В литературе Называется браки Ну, вот как Хармс Любил сочинять Что вот Лев Толстой Любил владеть По головке детей Вот, примерно В таком же жанре Написано Бессмертное произведение Дмитрия Сухарева Висбор навсегда В котором он, в общем-то Иронизирует Над этой вот какой-то Славой Висбора Такой Такой какой-то Слишком громкой Может быть Может быть Какой-то иногда Выдуманной Ну, например Например, это звучит Вот так Глава шестая Теперь дружище В отличие от Юрия Висбора Знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй Долго не был знаменитым Никто не просил у него автографа Никто не покупал его рассказы Он просто сидел в кафе Зарабатывая на жизнь переводы А на что еще жить Талантливому человеку Если журналы только глянцевые Да гламурные Толстыми журналами В Америке и не пахнет Откуда взяться литературе Такие мысли не раз приходили Молодому Хемингуэю в голову Но он их отгонял Заставляя себя Сосредоточиться на переводе Чтобы заработать Не только на чашку кофе Но и на свои законные Полторы сосиски В один прекрасный день Хемингуэй Застрял на непонятном Обороте оригинала Раньше или позже Такая беда случается С каждым переводчиком Высокой поэзии Споткнулся Хемингуэй На второй половине строки Милая моя Солнышко лесное Милую мою он перевел Без проблем А вот солнышко лесное Буквально сломало Американу голову Дело в том Что у американцев Солнце не меняет Своих свойств В зависимости от объекта Находящегося В поле зрения наблюдателя Солнце может быть Над лесом Над ниагарой Над бензоколонкой При этом для американ Оно одно и то же Не бензоколоночное И не ниагарное Острым писательским Чутьем Хемингуэй Догадался Что в отечестве Висбор Это как-то иначе Но как? По-видимому Думал он Солнышко лесное Должно обладать Каким-то признаком Лесного массива Например неотесок Но почему лесного массива А не лесной промышленности С промышленностью Даже понятней Ведь солнце Имеет форму круга И это же главный признак Циркулярной пилы Стихи мог мягко Напоминать Милой Что лирическому герою Больно Когда она его пилит В конец Запутавшись в сомнениях Хемингуэй Связался с Висбором Висбор объяснил Вскоре между молодыми людьми Возникли дружеские отношения И они решили поохотиться вдвоем Тут начинается самое интересное Охотились на львов В снегах Кельманджаро Хемингуэй заметил Что секунды за три до выстрела Висбор негромко говорит А теперь старина Получи от меня маленький подарок Или А теперь дружище Я тебя немного огорчу Талантливый американ Сразу понял Что тут золотая жила Вернувшись в Америку Он стал через каждые два слова Вставлять то дружище То старина А то и старик Тиражи рассказов Хемингуэй Мгновенно подскочили Появились подражатели Панклубы Возник даже особый феномен Литературы Хемингуэйщина Но к Висбору Это уже не имело отношения Понятно, что здесь возникает некий перевертыш Потому что Висбор и сам не скрывал Что он большой поклонник Хемингуэя И вот этот классический образ Такого бородатого, мужественного человека В свитере с трубкой Висбор срисовал с Хемингуэя И потом этот образ стали копировать Многие, многие, многие Это стало так очень стильно И в результате теперь мы имеем стереотип Который очень трудно изживаем Барды всегда в карикатурах и шаржах Присутствуют именно как бородатые какие-то люди Хотя далеко не все барды носили борды Все бородатые борды Ну и Висбор Как мы уже говорили о том, что Ряшенцев заметил Что был у него идеал мужской Которому он поначалу не очень соответствовал А потом, нарастив харизму Значит, он стал вот именно таким вот мужественным И у Хемингуэя он еще перенял интересную вещь Песни-репортаж То есть Хемингуэй он знаменит Таким телеграфным стилем журналистским Письма И Висбор стал изобретателем Тоже такого удивительного жанра Песни-репортаж Где он, значит, когда работал на радиостанции «Юность» Он ездил в командировки, наверное, на крайний север А потом воспевал в своих таких строгих песнях Значит, подвиги трудового северного мужского народа Трактора стоят среди дороги Замерзают черти на ветру И размеров сорок пятых Ноги жмутся к придорожному костру На снежинку падает снежинка Вот тут уже просто в этом месте Перепеть дальше невозможно Потому что эта снежинка Она в нашем представлении Наверное, всегда связана с пародией Кортнева Вот Но когда Висбор выключал вот эту мужественную Хемингуэйевщину И включал какие-то чувства человеческие Получались удивительные совершенно вещи Которые можно петь даже Я думаю, что мы даже с вами сейчас попробуем Песню я очень хотела бы, чтобы Евгений Николаевич когда-нибудь ее исполнил У него совершенно нет слуха О, в смысле У него нет координации между слухом и голосом Но вот такие произведения, мне кажется, очень хорошо Постоялись пилоты На зеленой воде тихо плыл перед нами Белый берег Чугутки И какой-то кораблик На зеленой воде тихо плыл перед нами Там стояла девчонка по-простому одета И казалось, в тот вечер ей было легко и рукой Зазлонившись от вечернего света С любопытством смотрела на наш недокон Вот и все приключение Да и вспомните, чего там пароходик прошлепал Волнишка прошла Вздохнул очень странно Командир вертолетов Философски заметил Такие дела Такие дела Но вздохнул очень странно Командир вертолетов Философски заметил Такие дела Для того тут за старость Из полярки списали Твердольчик Женить На юге сидит Да и тот пароходик Все ходит едва ли И на нем, да, девчонка Едва ли стоит Да и тот пароходик Все ходят едва, и на нем-то девчонка едва не стоит, а потом будут в жизни дары и находки, много дел, много странств, и много людей, чего же мне снится. Белый берег Чуготкин и какой-то кораблик на зеленой воде, чего же мне снится. Белый берег Чуготкин и какой-то кораблик на зеленой воде. У вас очень хорошо бы это получилось, особенно если вы прищуритесь. Какой-то уже техникой владеет в этом отношении. Но мне вспомнилась другая история, которая произошла с Леней Сергеевым, мы тоже с ним давно сотрудничаем. И однажды на концерте, а он был в концерте из двух отделений, в первом отделении принимал участие исполнителя, я не помню его фамилии. Вот ему приходит записка, почему вы не поете своих песен. Но исполнитель так пафосно отвечает, говорит, я не хочу петь свои плохие песни, я хочу петь чужие хорошие. Выходит Леня, а он, как известно, песен как раз чужих не поет. И сразу же записка, почему вы не поете чужих песен. И вот это вот только Леня может сразу же. Говорит, я не хочу петь плохо чужие хорошие, я хочу петь хорошо свои плохие. И с ним же история была связана Он действительно не поет чужих И он исполнитель Он как-то себя в этой роли Никак не чувствует Но на одном из концертов Концерт был очень хороший И зритель вот так Составил Леню расчувствоваться И говорит, спойте, пожалуйста Милая моя солнышко-лесное Леня никогда не пел этой песни Ну, по крайней мере По-моему, в песнях века ему доводилось это делать Но что бы вот так вот солна? Никогда И он вдруг как-то вот Откликнулся на эту просьбу И В общем, получилось следующее Он ее никогда не делал Которым он играет обычно И получилось следующее У него еще такой баритон очень густой У меня, наверное, так не получится Всем нашим встречам Разлуки высуждены И так низкие смотрели Тихо и печально Ручей Минтарной Совсем И так низко Ниже и ниже И ниже Тоже действительно Просто А я хорошо представляю себе Когда человек Знакомое произведение Берется играть Не в той тоннальной себе Начинает Да И там все ниже Ниже Забирается И как из этого Выпутаться Непонятно уже То есть это В общем, концерт был славный А вот песни, так сказать Не удалось Ладно, мы с вами Взять вас поем Нилу Майок Ближе к финалу И правильной тональности Мими Нори Она поет Вот А сейчас мы вспомним Произведение совместное Висбор и Беркурского У них много Совместных произведений Но одно Вот с такой С удивительной Немножко историей Когда-то давным-давно Юрий Иосифович Висбор дал стихи Тихоокеанская звезда Виктор Семенович Чтобы он сочинил Музыку Виктор Семенович Даже утверждает Что он ее Когда-то сочинил Но потом Долго и не пел И забыл И вот уже Не так давно Может быть Десять назад Больше Нет Это было В конце жизни Виктор Семеновича Ему нужно было Принять участие В концерте Висборовском Традиционном Который 20 числа Обычно 20 июня Бывает В каком-нибудь Папластном зале И он Вспомнил Что вот такое Произведение было Он достал текст Откуда-то Из архива В архиве Нашел текст Не смог вспомнить Мелодию Совершенно Чего он Там сочинил 20 лет назад И Сочинил Как бы Новую Но абсолютно Висборовскую То есть Если взять Ее отличить Практически Невозможно Мужественная песня Вы теперь К разлукам Примагайте К поре танцев Телеграфных Строг Вы теперь Пожалуйста На карте Отащите Борт Владивосток Та Продолжение Продолжение следует Солюбите нас и повернее, и посернее. Вы в кого другие звезды спрячьте, Чтобы вам виднелась ягода. Тихо восходящая над мачтой, Тихо-огеанская звезда. Тихо восходящая над мачтой, Тихо-огеанская звезда. На перрон Приморского вокзала, Мы придем, когда наступит срок. Поездать сюда лишь на запад, Проходы только на восток. В жизни может многое случиться, Но теперь сквозь все мои года Тихо будет надо мной светиться Тихо-огеанская звезда. Тихо будет надо мной светиться Тихо-огеанская звезда. Еще одна кроника поступила спеть песню «По судну Кострома стучит вода». Я даже сбегала к интернету И даже нашла текст. Потому что я вот так сходу Этот текст не вспомнила. Но я думаю, что вы его знаете. Попробуем правильную тональность, Какой-то знаете вот. Нет, не так. Это все еще встречи. Я вот ищу какой-то такой вот, Такой неторопливый. По судну Кострома стучит вода, В сетях антенн качается звезда. Молчат во всех морях все корабли, Молчат морские станции земли. И ты ключом, приятель, не стучи, И эти три минуты помолчат. Быть может, на каком борту пожар Проволено в корме острей ножа, А могут быть арктические леды, Корабль не выпускают из беды, Но тишина плывет, как океан, Радист сказал порядок капитал, То осень бьет лунтель, то зима, Шесть ванн обьет по сонам Кострома. Аплодисменты. 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 А что вы здесь делаете, Сергей Николаевич, Какие наши действия? Польди. Польди. Ты сможешь ее поменять? Я посмотрю, я даже не поменять. Ну, если что, мы и без струны, конечно, Закончим наше выступление, чего там. А мы сейчас с вами вспомним еще одну песню. Это можно без Сергея Николаевича, Больше он ее не знает. Московская тема. А в тени снег лежит, как гора, Словно снег тут к весне не причастен. Ходит дворник и мерзлый февраль, Колит волну на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, Лужа морем асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли С брусами в косу и линей. И плывут в тех морях корабли С брусами в косу и линей. Здравствуй, здравствуй, Срединский двор, Вспоминаем сквозь память идиом. Вот стоит под пирамик забок На войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки вела, Вот с собой он гармонию отравил. Вот такая в те годы была Униформа московских окраин. Много знали мы детям войны, Дружно били врагов-спекулянтов, И неслись по дворам проходным По короткому крику от Анга. Кто бы были шпана, не шпана Без отцовщина с улиц горбатых, Где, как рыбы, всплывали со дна Селебристые аэростаты, Видел я суету и простор, Речь чужих побережьев я слышу. Я вплываю в свой Срединский двор, Словно в порт, из которого вышел. Но пусты мы трюх в пыли Лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку. Приехали в конец, охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали в конец, охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горла не любопцы, Москва будила дымная заря, И над сугробами свинели бубенцы, охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гиды в теребя, на метрополик охотники глядят, Как неохота уезжать мне от тебя, охотный ряд, охотный ряд. Как неохота уезжать мне от тебя, охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встречи, вот ночных утра, Вот перекресток сто пятнадцати морей, охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток сто пятнадцати морей, охотный ряд, охотный ряд. Наш милодитель тормоз, наконец, ты нас тиранил, трещься подряд. Слезайте, граждане, приехали в конец, охотный ряд, охотный ряд. Вот видите, такие хоровые песни, они обычно знаменуют, что программа подходит к концу. Лыжи в печи стоят, гасит закат за горой, месяц кончает салат, Скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, гордое солнце, прощай, мы навсегда сохраним. В сердце своем этот край нас провожает с тобой, Гордый красавец, сердцов, нас ожидает с тобой, Маленько дальних дорог. Вот и окончился круг, Полный надеяться скучал, Снежные флаги разлук, Вылесил старый тамбан. Вот и окончился круг, Полный надеяться скучал, Снежные флаги разлук, Вылесил старый тамбан. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, Нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, Правда, кончается мать, Ранее всходит звезда, Где-то половины шумят. Снизу кричат поезда, Правда, кончается мать, Ранее всходит звезда, Где-то половины шумят. Ну и, естественно, Евгений Николаевич, Вернитесь к нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова